Дисклеймер. Осторожно, ненормативная лексика. Все, что говорится в виде несет в себе развлекательный характер. Данное видео рекомендуется к просмотру лицам старше 16 лет. Шикарно. Так, вопрос о том, что я забыл наушники включить. Я молодец, я думаю, а что так тихо там, не знаю, фонового звука не было. Так, самое главное, я Luxe in Savity поставил на 3, и плавность я, наверное, вот так вот сделаю, я не знаю. Ладно, фиксим. Я вот так поставлю. Окей, кассцена прям с первого шага. Допустим. Так, я погромче сделаю. Эй, Кейт, как ты, типа, поживаешь сегодня? Угу, она говорила, что он какой-то лузер. Я избегаю его, потому что я не хочу драмы. Ну, я понял. Ну, что-то там в этой ночи. Ага, окей. Да, конечно, я помню, что это ступидная партия. Да, она помнит какую-то тупую вечеринку. Угу. Нет, Кейт. Нет, начиная с начала. Не надо начинать какой-то челлендж для того, чтобы пугать каких-то людей. Это просто трата времени. Если ты это начнёшь, делаешь. Угу. Так. Какие-то серьёзные, оставь это. Короче, кто начинал данный челлендж, соответственно, были потом достаточно много проблем. И, соответственно, их не нашли вроде бы. Так, ну всё, начинается, грубо говоря, наша 80-часовая смена, поэтому она поговорит с ней попозже. Пошёл. Пока, Кейт, пошёл. Ха-ха-ха. Ой. Найс. А чё, нам ради этого нужно было сесть? Или что нам нужно делать? Ага. Вот, 8-часовая смена. Блин, я ещё поменьше сделал, потому что... Ладно, мышка у меня тут... Эй! Эй! Я на кнопку Apply не нажал. Ладно, давайте на мою нормальную скорость, потому что я не привык. Блин, о господи. Так вот. Ну, блин, допустим. Окей, на работу. Соответственно, мы идём сюда. Окей, ин... Чего? Я только же пришёл на работу. Что это было только что? Inside the shed. Inside the shed. А shed у нас что? У нас какая-то непонятная херня. Ну, как я понял, да? Во, нашёл. Shed, это у нас получается как... Типа амбар маленький или как там называется? Ладно, допустим. Нашли. Открыли. Так, закрой. Угу, угу. На Хэллоуин, значит, мы подготовимся. Подготовимся на Хэллоуин. Нормально. Табаско... А, нет, это пиво. Окей. Восьмичасовая смена. Договорились. Ну, нам, значит, надо... Приступать к работе. Так, и куда ты посмотрел? Угу. Допустим. Осмотрела. Господи. Алё! Алё! Эшли, это Марк. Это твой агент. Слава богу того, что ты пришла на свою смену. Ничего не пизди. И игнорируй каких-то стрёмных людей. У меня есть есть што камеры там. Безопасности. Так что всё, справляйся. Увидимся утром. Заспавнилась. Так, хорошо, ноль евро. Иииии... Хорошо, значит... Ресток... Клининг суп... Суплайс. Ресток, ресток, ресток. Соответственно, что-то надо... Какие-то чистящие средства, да? Хорошо. Клининг суплайс. А у меня фл... Флэшлайта нету? Бля... Пока что непонятно, что они хотят. Что от меня хотят... В этой игре. так я переведусь переведусь и переведусь я так и знал я так и знал но а где эти мощь и средства у нас значит какая-то металлическая херня так темно я не знаю брать нас брать нас где брать нас о даже вдвое на плену не знаю получше вам будет видно мне кажется да очень слишком темно конечно да это атмосферу добавляет но блин вообще как будто в попе очень уважаемого человека ты находишься а ки блестящие у нас волосы наверное мы месяцев 5 не мыли в угол и поэтому пришли на такую работу да заходите о это мой первый заказчик в эту ночью хорошо ничего страшного он просто просто ушел поэтому он оставил какую-то записку на этой бочке ты открываешь врата добро пожаловать как в южный в южный ад так она есть больше ничего надо фьюзбокс найти отлично шикарно превосходному почему так фьюзбокс значит вот это зайдя у меня что-то заболел здесь фьюзбокс хорошо нашли найди фьюзы и чтобы вернуть себе этот пауэр пауэр ну кто спиздил а найти фьюза хорошо 1 я ну серьезно ну типа акт я сейчас настолько испугался на самом деле то что я даже не знаю что сказать это какая-то херня ну блин окей ты пришла на эту работу какая-то херня на тебя выпрыгнула после того как ты заметку аст получила от какого-то непонятного человека в черной машине правильно правильно и ты сейчас ой 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 и ты получается хочешь что-то с этим сделать продолжать работать думаешь это очень адекватно с твоей стороны или не знаю человек с шизою ты который спокойно может перебороться мне кажется это чел кота у которого и полярочка или как-то называется когда у тебя голоса в ушах у тебя визуальные какие-то блядь я только что заметил ну как то что он пропадает это вообще дебильная хуйня лучше бы добавили то что он типа анимацию от то что он где-то прячется лишь там чё алё привет марка это ашли ауэшли как твоя работа идет ни хуя не блять пиздата когда я хотела по почистить какую-то хуйню но мне дали знака то что типа какая-то хуйня происходит и теперь открываются врата в ад и потом после этого ааааааа пааа это паа паауэр блять по питание пошла по пизде блять поэтому мне пришлось идти искать фьюзы для этого но слушай короче это да и странная хуйня но просто ты должна дорабатывать свою смену потому что ты нихуя ничего не получишь потому что я настолько говно То, что я не вхожу в положение своих работников Поэтому иди нахуй Вот Ах ты ебанат Он вообще обо мне не заботится Блять Ты блять сейчас нахуй сдохнешь, вы эшли Ой, блять Похуй на это Мне нужен теперь свободный звук Нет Воздух Да, мне нужен свободный воздух Ну какой свободный нахуй Свежий Свежий воздух Ой, блять Какие-то однотипные Харарюшки, которые Точнее скримаки, которые летят тебе в лицо А ты кто? Эш Окей Найти Ключ эшли Эмм Странно Где мы можем найти ключ? Соответственно Либо вот здесь Где-то Либо на бочках Ну здесь точно нет Здесь тоже нет ничего Закрываем Здесь хрен пройдешь Слушай, ключ Какой ключ от эшли? Так, это Здесь какая-то непонятная фигня Ладно, может быть здесь Где-то ключ валяется Окей, записку я вижу уже Хорошо Допустим Где ключ? Дайте знак Не этот Где ключ? А Все в порядке Меня аж передернуло Сука Я не могу привыкнуть Сейчас Налицо мне все прилетит Ритуальная Вечеринка Это не игра А, все-таки я отыграл Ритуальную вечеринку И началось вот это как раз Полностью Что? Мистер 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 Мэйеро Я Дороти А можно я нарисую тоже Не знаю что-нибудь еще Так, ладно Дверь пусть закрытая Так, ладно, дверь пусть закрытая Блять, молоток возьми Пизда, не по голове, а А тут прыгают на тебя Хорошо Хорошо И что? Больше здесь ничего, да? Мать Твоя Женщина Мужчина Тоже Твой Мужик Я не знаю Что я говорю А что мне делать? Понятно Я надеюсь, что это реальный Этот Заказчик В это время Да я не могу выйти Эээээй Алё Меня заперли Так, ладно Здесь что-то надо сделать? У меня кнопка взаимодействия Почему-то пропала Это типа По-вашему нормально? Это нормально? О, блядь Хе-хе-хе Алло Не, ну на такой, конечно, работе Кухой ты полетишь на раз-два Ты чем Там заправляешь его? О, боже мой А Церковь Ла-ла-ла Ну ладно Допустим, я ж вжался в стул Угу Сука, я тебя, блядь, сейчас переебу нахуй Окей, у тебя есть два выбора, Эшли Один из них это прощение Forgiveness, да? Прощение Одно из-за этого это смерть Forgiveness Да, прощение С обеими ты должна справиться, да? Хорошо Взять Так, первое Ты типа что-то выберешь и ты выживешь Окей Ну я почти ни ухуя не услышал то, что они хотят очень странно нет подожди а можно 2 хорошо дальше дальше что я надеюсь я не забаговал игру потому что серьезно написано если бы соберись тряпка так я собрался в общем надеюсь я таким образом не забаговал игру а привет так меня взносит припоздно прям я взлетают до небес ну по крайней мере до крыши так а есть какой-то чел полицейский и одежали пока что ни хрена непонятно что-то он это сгонять кого-то походу не на скримаки конечно которые на лицо прям вылетают неожиданно но и блин это классика жанра да я я так же считаю а ахо пропав вчера месь а а и она пропала допустим ну то есть у нас было два выбора я забаговал игру и соответственно в конечном итоге мне кажется это никак не повлияло на то что я падал поджог каким-то образом две короче свечи так так соответственно там был выбор либо ты получаешь прощение либо ты получаешь смерть и увы игра больше не реагирует ни на что походу что так и есть ну да ну ладно наши концовки эшли к сожалению пропала без вести поэтому заканчиваем игрулька как по мне ну очень напряжено то что каждый раз какие-то скримаки именно в лицо нет какого-то психологического хоррора то есть психологического давления на тебя извне но если бы они про прокрутили на самом деле побольше с тем чтобы у тебя там кто-то говорил тебе на ухо что-то еще вот поэтому да как то так больше я не знаю что сказать по поводу этой игры думал средняя пятерочка ну типа как по мне вы тоже расскажите как вам данная игра напишите в комментариях понравилось или нет может быть какие то есть еще дополнительные предложения по какому хоррору снять летсплей а на этом я с вами прощаюсь если вам понравилась данная игра поставьте по этому видеоролику палец вверх подписывайтесь на канал оставляйте комментарии всем удачи всем пока 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 пока